Точно направлены на созвездия Орион, Сириус, Большую и Малую Медведицу. Кем же были боги, согласно древним мифам, прилетевшие с небес? Богами называли наши предки, собственно, представители этой высоко развитой цивилизации. Они жили бок о бок, они взаимодействовали. Если, опять же, поднимать шумерскую мифологию, вот она оказывается наиболее подробной по самым ранним этапам, то на Земле была не целая цивилизация там инопланетная. Это вообще была небольшая группа, которая устроила у себя на планете неудачный переворот. Сначала пришла к власти, а потом их опять свергли. Согласно шумерским глиняным табличкам, человек был создан богами для работы. Эти тексты поразили современных генетиков. Там подробно описано появление человека. Бог Энки поместил ДНК богов в яйцеклетку африканской обезьяны. И оно стало человеком. Мы являемся неким гибридом. Реально. То есть, причем, то, как описано это в шумерских текстах, мы сейчас можем провести очень сильные параллели с тем, что мы называем генетическими, собственно, изменениями. Известно о двух высокоразвитых цивилизациях древности. Это Атлантида и Гиперборея. Согласно средневековым картам, Атлантида располагалась на нескольких островах в Атлантическом океане. А Гиперборея — это материк, который в древности был на Северном полюсе. Большая часть материка затонула в результате планетарной катастрофы. Скорее всего, это был Великий потоп, который начался после падения огромного астероида 13 663 года назад. Хроники описывают Гиперборею как остров бессмертных, где всегда лето и счастье. В центре его находилась огромная пирамида Меру, главная на планете. Ее называли осью мира. Все пирамиды на Земле сориентированы также на нее. В Древнем Египте для пирамид было свое слово. Которая звучала как «мер». В Китае же для пирамиды есть свое собственное слово «чинзита», которое состоит из трех иероглифов. Это иероглиф золота, символ и башня. Получается, как башня с золотыми символами. Во всех восточных религиях Меру — это центр Вселенной. В каждом буддийском или индуистском монастыре есть ее модель. Круглая ступенчатая пирамида со странным аппаратом на вершине. Индийские предания повествуют, на вершине боги готовили напиток бессмертия, взбивая волны океана энергии. Когда нам рассказывали, что такое гора Меру, что это чрево создателя, что это, так сказать, изначальный символ рождения, мироздания, и показывали нам, так сказать, соответствующие документы, уровень знания настолько великий в этих документах, что получить его каким-то образом, как, так сказать, можно себе представить, в научно-исследовательских институтах или за какими-то, так сказать, опытами, невозможно. Когда Гиперборея ушла под воду, ее обитатели переселились на материк Евразию и основали новые цивилизации. В священных книгах Гиперборея называется родиной ариев. Настоящими арийцами считали себя идеологи нацистской Германии. Немцы верили, что сохранилось наследие Гипербореи, могущественные технологии инопланетных колонизаторов. Построение оккультного здания новой партии было поручено Отто Рану и Генриху Вирту. Это были два достаточно серьезных мистика, которые создали в 1935 году общество на Нарбе, наследие предков, которые в основу нацизма положили учения о белокурых бестиях. Об ариях, которые должны править этим миром. И что сейчас нигде не говорится, практически забывается, под ариями они имели в виду германцев и славян. Агенты Анненербе искали Гиперборею и на русском севере. Перед Второй мировой развернулась тайная война разведок. В оккультном отделе ВЧК хорошо знали, что ищут немцы и хотели первыми завладеть знаниями древней цивилизации. Этот же круг входил Барченко, профессор Барченко, который занимался именно мистическими исследованиями на Кольском полуострове, меречением. Профессор Успенский. Есть версия, что очень сильно они исследовали наш север приполярный, Соловки, Полярный Урал. Битва за Шамбалу относится к этому же кругу, когда Николай Рерих, тоже сейчас ни для кого не секрет, что он являлся агентом ВЧК, вел, скажем, отвлекающий маневр и уводил за собой разведки других стран туда, в Тибет, на Шамбалу. Часть высоких технологий все же оказалась у немцев в руках. Историк Сергей Трифонов много лет посвятил разгадке тайной пирамиды Кёнигсберга. Загадочное сооружение, уменьшенное в сто раз копией египетской пирамиды Хеопса. Официально это памятник немецким солдатам, погибшим в Первой мировой войне. И возводили ее архитекторы Германии, когда Кёнигсберг был центром Восточной Пруссии. Пирамида имеет не случайные параметры – 13 ярусов, 666 блоков. Почему 666 блоков? Потому что она построена в 1923 году, а заложена капсула, там под землей капсула с ценностями. Именно в 1921 году, когда Кёнигсбергу исполнилось 666 лет. 13 уступов. Сверху Тевтонский крест, но его своровали. В августе 1914 года под городом сошлись три армии. Две русских – под началом генерала Ренинкампфа и генерала Самсонова, и одна германская. Царский генерал Ренинкампф уже был готов взять незащищенный прусский Кёнигсберг. Как вдруг, без объяснений, бросив командование, забыв о чести и присяге, позорно бежал с фронта. На наш взгляд, на взгляд исследователей, он был подвержен какому-то гипнотическому, мистическому воздействию. Он просто испугался. Он сбежал с двумя польскими бабами, 18-24 года. Бросил армию. Это была трагедия. Вот с этого места она и началась. После бегства Ренинкампфа немцы атакуют армию генерала Самсонова. Силы неравны. 135 тысяч русских солдат полегло под Кёнигсбергом. 113 тысяч было взято в плен. Ренинкампфа посадили в тюрьму, а после революции его нашли и расстреляли агенты ЧК. Пирамиду воздвигли в центре площади, где маршировали немецкие войска. Вокруг казармы и учебный плац место выбирал Ганс Шур, известный колдун и предсказатель гитлеровской Германии. Пирамида Кёнигсберга, по сути, памятник первому успешному применению на войне психотронного оружия, либо неизвестной магии. Здесь проводились тайные ночные ритуалы. Здесь СС проводила свои ночные шествия. Когда город отошел Советскому Союзу, новая власть велела взорвать пирамиду. Но этот приказ так и не выполнили. Была только обезглавлена фигурка-борельеф немецкого солдата. Начальник воинской части только приказал бить голову солдату, а пирамиду нет. Он не боялся немцев, он боялся его мистических свойств. Потому что в этом месте, в энергетическом месте Кёнигсберга, помимо общего плана этой пирамиды, существуют подземные галереи, идущие отсюда. Хроники шумерского царя Гильгамеша, жившего пять тысяч лет назад, признаны описанием реальных событий. Однако эти описания поднимают очень неудобные для науки вопросы. Однажды Гильгамеш, по происхождению полубог, получеловек, задался вопросом, бессмертен ли он. Его предки, известные как анунаки с планеты Нибиру, жили вечно. Шумерский правитель отправился спросить у них о своей участи. На земле анунаки проживали на далеком северном острове Тильмун. В архитектуре предпочитали пирамиды. Людей к себе не пускали, за редким исключением. Например, честь жить на острове Бессмертных удостоился Утнапишти. За много тысяч лет до Гильгамеша, построивший ковчег и переживший потоп. В Библии он известен как Ной. Бессмертие Гильгамеш не добыл, потому что только боги умели жить вечно, а получеловек уже нет. Возможно, они умели останавливать биологическое время. Аномалии времени наблюдаются вблизи горы Кайлас, самой большой наземной пирамиды на планете. Кайлас.